добрый день продолжение нашей работы значит делаю тот же заказ как я уже прошлый раз показывал так ну сейчас я наверное буду делать то что отвечу на вопросы подписчиков зрителей кто меня спрашивал потому что мне честно говоря легче даже снять видео ответить чем писать коменты за что конечно огромное спасибо за коменты за пожелания за вопросы за ответы за лайки за дизлайки за все спасибо так значит далее что я сейчас хочу показать и рассказать первый вопрос который звучал я показывал точнее как делать вот такие штучки то есть я вот сюда показывал вот не должны были встретить вот эти вот я делал детальки розетки сейчас покажу на видео так и вот был следующий вопрос что за фреза значит показываю фрезу какая фреза вот эта фреза марка название ничего не помню покупал давно покупал на рынке значит вопрос следующий как убирать вот эти вот припаленные места то есть когда идет фреза места эти припаливаются значит сколько раз я уже пробовал и обороты уменьшать ничего не дало значит пробовал и на больших то же самое и на маленьких то же самое особенно на ясене на клёне там вообще ну палит хорошо значит наверное фреза тупая нет не тупая и этой фрезой пользовался скажем не так часто то есть она сделала может где-то резеток там 30 от силы то есть это и даже может этого меньше то есть фреза не тупая точно сейчас покажем как чтобы камеру правильно настроить то есть фреза не тупая фреза очень даже в хорошем состоянии фирмы не знаю наверное китай скорее всего что китай если взять например какой-то очень фирменный там фестулы и еще какие-то смт или димар то наверное может быть не так припаливать на этому что будет эффект будет тот же самый так значит сделано что я дальше буду делать как убирать вот эти вот черноту значит здесь вариантов много можно этого шкуривать ручным способом можно брать какую-то бормашинку вышкуривать значит я поступаю сам мне кажется это самый правильный вариант как поступаю я я вообще ничего с ними не делаю то есть я оставляю так как она есть почему потому что дальше у меня будет идти под патину и там этой темноты видно не будет вообще то есть сейчас я покажу уже готовое изделие как оно смотрится на готовом изделии и вы поймете что там где нужно прикладывать усилия там конечно нужно там где можно обойтись и таким нормальным методом можно носить и так то есть показываю сейчас уже забегая наперед показываю готовое изделие и вы поймете почему я это все дело не выбираю оставим так как есть то есть если например у меня есть такие заказы я знаю что будет такие же процессы с такой же фрезой то есть я сразу же делаю так чтобы это уже конечный результат был под патину или под краску или еще что-то то есть наперед знаю что мне придется как-то прятать был один раз что я пробовал и вышлифовать их но это конечно мраке и толком она и убралась еще хорошо то не было то есть оставляем так как есть по черный патину но бы все нормально показываем это изделие уже стоит мастерской готова до отправки и потом уже покажу как она стоит уже на месте у клиента ну и дальше еще буду рассказывать некоторые моменты которые могут возникнуть при изготовлении вот примерно таких изделий на этом пока все короткое видео до свидания всего хорошего